ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Хозяйка единственная в мире двукратная олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка мира, амичка Евгения Канаева. Я очень счастлива, что наконец-то состоялись эти соревнования в моем родном городе, где тренируется очень-очень много маленьких, подрастающих, красивых гимнасток, которые также мечтают попасть на чемпионаты мира, на олимпийские игры и тренироваться в сборной России. Об этом мечтала и сама Евгения, будучи совсем еще юной. А ведь в гимнастику маленькую девочку привела бабушка, чтобы подровнять кривые ножки. Этой задачей сама Канаева не ограничилась. И вот уже в 13 лет Женя переезжает в Новогорск, кузницу сильнейших гимнасток. В 18 впервые становится олимпийской чемпионкой, а в 22 завоевывает свое второе золото на главных стартах четырехлетия. А дальше тренерская деятельность и собственный международный турнир. Я очень хочу, чтобы осталось такое впечатление тепла, доброты, гостеприимства в Омске, потому что это мой такой родной город, где я выросла, где меня воспитывали. И, конечно, хочется, чтобы люди запомнили, люди возвращались сюда выступать и приезжали на следующий турнир, дай бог, чтобы все было хорошо. Завораживающее и поистине волшебное шоу в честь открытия турнира подарила омичам Евгения Канаева. В этот вечер в зале собрались все, кто так или иначе имеет отношение к самому красивому и грациозному виду спорта – художественной гимнастике. В роли ведущей выступил серебряный пузер Олимпийских игр в Атланте, заслуженный мастер спорта России, а ныне телеведущая Яна Батыршина. Для меня огромная честь сейчас находиться здесь на этой сцене и вести открытие твоего первого турнира. Я бы хотела признаться, но я думаю, ты это знаешь, но всем зрителям нашим хочу сказать, что Женя, несмотря на то, что я гораздо прилично старше ее, Женя – мой кумир и в спорте, и в жизни. Со словами приветствия обратилась к организаторам и зрителям заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова. В прошлом вице-губернатор занималась художественной гимнастикой, имеет звание кандидата в мастера спорта. Какие вы прекрасные девчонки, девушки. Какое счастье видеть вас в нашем любимом городе. Это счастье подарила нам Женя вместе со своими тренерами. Только такая заслуженная спортсменка достойна организовать. В честь нее мы достойны возможности провести пока первый международный турнир, но я нисколько не сомневаюсь, что он станет традицией. В этот вечер было все. И шикарные номера от самых звездных гимнасток нашей страны, и официальная часть с поздравлениями, награждениями и добрыми и теплыми пожеланиями. В рамках открытия с прошедшим юбилейным днем рождения поздравили и личного тренера Евгении Канаевой, заслуженного тренера России Веру Ефремовну Штельбаумс. Ваша работа, ваши гимнастки – это ваше лицо. Вы великий тренер, тренер от Бога. Такие обождаются раз в сто лет, а может быть даже реже. Я всегда училась у вас. Вы – человек, который всегда творчески подходил к своему делу. Всегда придумывал интересные, сложные элементы. И ваши девочки всегда отличались. Можно было сразу распознать и понять, что это девочки, где они делали, что они попались. События посетили звезды художественной гимнастики Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Софья Агафонова. На открытии необычно, что открытие проходило не в зале, как обычно проходит, а в филармонии. Это совершенно другие ощущения, эмоции, мне кажется. И выступать на сцене – это тоже не положительно. Живую музыку. Да, другие чувства. Организация просто на высшем уровне. И есть очень много мест, где гимнасткам готовятся, они не сталкиваются, не пересекаются друг с другом. И очень, можно сказать, так, организованные и быстрые соревнования проходят, что где-то 4-5 часов пролетели незаметно. То есть, ну, мне очень понравилось. Если бы я выступала, я бы, наверное, с удовольствием выступала бы тут. О комфортной площадке, замечательной организации и тёплом приёме говорили и участницы соревновательной части турнира. Омская публика активно поддерживала всех гимнасток без исключения. Турнир понравился по нереальной поддержке от зрителей. Вообще не ожидала, что так будет на самом деле. Очень хорошо всё организовано. И спасибо Евгению Канаеву за этот турнир, что в данной ситуации мы можем выступать. Мария Победушкина на протяжении всего турнира демонстрировала блестящую подготовку. Её выступления захватывали дух. Старания столичной спортсменки не оставили без внимания и судьи. По итогам самой престижной части соревнований, многоборья, Победушкина поднялась на высшую ступень педестала. Девушка выиграла в упражнениях с булавами и мечом, а также стала второй в упражнениях с лентой в финальный день соревнований. Серебряную награду многоборья завоевала призёр Олимпийских игр Алина Горнасько. Бронза у Анастасии Салас. Прекрасный турнир, замечательная организация, всё сделано на высшем уровне, невероятные зрители, которые поддерживали абсолютно всех гимнастов, ну и, конечно же, сама атмосфера соревнований. В знак благодарности спортсменки из Республики Беларусь решили подготовить сюрприз для хозяйки турнира. Алина Горнасько буквально за четыре часа отрепетировала необычный номер с лентой. Он полностью повторял победное выступление Евгении Канаевой на Олимпиаде в Лондоне 10 лет назад. Победой в упражнении с обручем порадовала своего тренера Евгению Канаеву Софья Агафонова. Это был обычный рабочий прогон. В принципе, то, что я делаю на тренировках, смогла показать дуться, поэтому ничего особенного я не сделала. Все, что работало, то смогла показать. Не остались без медалей и воспитанницы Омской школы художественной гимнастики. По итогам финалов в отдельных видах среди юниорок в упражнении с булавами победу одержала амичка Майя Колобовникова. Серебро за номер с булавами, бронза за обруч и бронза по результатам многоборья у нашей Ульяны Янус. Третье место за выступление с мячом и у старшей воспитанницы Омской школы гимнастики Алины Перфиривой. В многоборье среди сеньорок девушка стала четвертой. Я стала четвертая многоборья. Для меня это был космический результат, потому что, как вы уже знаете, первой стала Маша Победушкина. И дальше стали белорусские гимнастки. Алина Горнасько, бронзовый призер Олимпийских игр и Настя Салас. И вот я оказалась четвертой. Для меня это был просто какой-то нереальный результат, достижение. Я очень горжусь этим. Вот так что это такая деревянная золотая медаль, как сказал мой папа. Как и полагается, красивый спортивный праздник завершился награждением победительниц. Победительниц поздравлениями и совместной фотосессией на память. КОНЕЦ